Уважаемые коллеги, формат нашей традиционной встречи в этом году в рамках программы «Диалог во имя будущего» расширяется, как сейчас Леонид Владимирович сказал, за счет подключения активистов Клуба друзей фонда Горчакова. Мне приятно, что мы видим все больше молодых людей из разных стран, ученых и представителей региональных молодежных программ фонда Горчакова, людей, которые заинтересованы лучше понять происходящее в международных отношениях, позицию России в этих непростых раскладах. И, конечно, мы стремимся всячески удовлетворять такой интерес. Считаю, что мир можно и нужно сделать более безопасным, более комфортным. И если бы это желание разделялось всеми участниками международных отношений, наверное, мы бы сейчас жили более спокойно и более уверенно в завтрашнем дне. Но, к сожалению, некоторые наши коллеги не могут устоять перед соблазном, удержать свои доминирующие позиции в мире, менять политические уклады в суверенных государствах по своему разумению, экспортировать только уже не революцию, а демократию, хотя очень часто экспорт демократии заканчивается кровопролитием в большинстве случаев. И, конечно, это все противоречит принципам международного права. Противоречит необходимости обеспечить демократический характер современного миропорядка. Не согласуется такая линия с историческим опытом, потому что за прошедшие многие десятилетия человечество не раз убеждалось, что мечта о мировом господстве – это химера. И очень опасные химеры. Навязывание извне моделей развития, без учета национальных традиций, любой ценой, включая провоцирование переворотов, прямое военное вмешательство – все это уже привело к разрушению государственности ряда стран. Превратило обширные регионы, прежде всего Ближний Восток и Северную Африку, в зону хаоса, анархии, источника новых террористических угроз, всплеска экстремизма. Все это, повторю, это прямое следствие порочной практики вмешательства во внутренние дела, манипулирования государственным развитием и, в общем, такой страстью к геополитической инженерии. Нас особо беспокоят ситуации в Сирии. Вы знаете, там уже шестой год подряд мы наблюдаем трагедию. Была реальная угроза захвата террористами столицы страны. Это было где-то полтора года назад. В тот момент, по просьбе законного правительства, Россия направила подразделение своих воздушно-космических сил для оказания содействия сирийской армией в борьбе с террористами. И это, в общем-то, не позволило состояться планам, которые игиловцы вынашивали в отношении взятия под свой контроль не только обширных территорий в Ираке, где они уже так освоились достаточно основательно, но и в Сирии, включая восточные побережья, включая Леппо, включая Дамаск. И работает на эти неблаговидные цели целый террористический интернационал, десятки тысяч боевиков из более чем 80 стран. И, повторю, лишь вмешательство наших воздушно-космических сил позволило сирийской армии с большим трудом эту угрозу остановить и сейчас начать теснить террористов, надеясь, что за 2-3 дня окончательно решится ситуация в Восточном Алеппо, где нами созданы гуманитарные коридоры, по которым десятки тысяч мирных жителей уходят оттуда, уже вышли оттуда. Им оказывается гуманитарная помощь на выходе из Алеппо. И созданы коридоры для боевиков, которым предложено уйти по-хорошему, по-доброму и даны гарантии их безопасности, лишь бы они только оттуда ушли. Другое дело, что потом придется иметь дело уже с теми территориями, на которых они вновь осядут. Но главное сейчас все-таки завершить трагедию Алеппо, вернуть людей к мирной жизни, начать восстанавливать этот древний и главный, наиболее крупный сирийский город. Рассчитываю, что в 2-3 дня боевики закончат сопротивление, но то меньшинство, которое откажет это сделать, сделает свой выбор самостоятельно. Понятно, что решение кризиса может быть только политическим, это относится и к Сирии, и к Ливии, и к Йемену, и к Ираку. И происходящее в этих странах, особенно в Ираке, в том, что касается попытки взятия Масула, не менее драматично сопряжено тоже с исходом большого количества гражданского населения, с трагедиями, когда американская авиация и коалиции, которые США возглавляют, по ошибке бьют уже не первый раз по откровенно не тем объектам, либо по позициям регулярной армии, либо по позициям чисто гражданским. Но, как часто бывает в этом мире, вся пропагандистская машина нацелена исключительно на демонизацию сирийской власти, демонизацию России и Ирана, как сторонников президента Асада в борьбе с терроризмом, на изобретение различных фейков, которые доказывали бы военные преступления, совершаемые в Восточном Алеппо. Уже есть немало примеров, когда эти попытки оказывались разоблаченными. Вот была такая организация, есть такая организация, «Белые каски» она называется. Ее даже BBC номинировала на Нобелевскую премию мира, как организацию, которая там бродит по завалам после российских бомбардировок и спасает людей из-под разрушенных зданий. Показывали ролики, в том числе по BBC, а потом в Ютьюбе выложили полный ролик, который зафиксировал не только момент извлечения мужчины из-под обломков, но и момент, как его готовили к тому, чтобы он залез под эти обломки, а потом его оттуда спасали. Несколько дублей они сделали, но такой третий получился. BBC даже вынуждено было нам оправдываться и сказали, что они разобрались с этим вопросом и просто эти «Белые каски» решили пошутить. Невинное, невинное заявление. Потом еще была такая история про девочку Айю, 8-летнюю или 9-летнюю, которую, если верить репортажам о ее судьбе, трижды спасали разные люди в разных сирийских городах от верной смерти в один и тот же день. Тоже был такой фейковый ролик сделан. Поэтому эта ситуация привычная. Вообще, когда Запад задается целью кого-нибудь демонизировать, они прибегают к откровенной лжи. Но потом сознаются, поезд уже ушел. Вот англичане в прошлом году наконец-то признались, что вводили в заблуждение все мировое сообщество, когда говорили, что у Саддама Хусейна есть оружие и масса уничтожения. Так же, как и американцы это знали. По крайней мере, ЦРУ знало, но ЦРУ подсунуло пробирку государственному сектору Колину Пауэллу. И тот, будучи уверенным, что разведка-то американская не подведет, в Совете Безопасности тряс этой пробиркой. Поэтому прямая ложь, подлог – это методы, которыми, к сожалению, пользуются давно. И наши западные коллеги освоили их весьма и весьма основательно. Но обманувший однажды, ты не можешь рассчитывать, что тебе будут по-прежнему верить. Я, кстати, знаю из первых уст оценки независимых гуманитарных организаций, которые все-таки имеют своих представителей в Восточном Алеппе. Никто из них не подтверждает утверждений о том, что там якобы какие-то зверства совершаются, что какое-то похищение людей призывного возраста, которые выходят из Восточного Алеппо. Поэтому, ну, с другой стороны, люди, понимаете, они тоже люди подневольные, эти международные организации, неправительственные организации, они деньги получают за свою работу. И когда у них созревает объективная оценка, они, к сожалению, далеко не всегда могут делиться ею публично. Но, тем не менее, уверен, что те, кто хотят знать правду, имеют все возможности это сделать. Вот, поэтому мы по-прежнему убеждены, что военного решения конфликтов не существует, ни в Сирии, ни где-то еще. По всем кризисным направлениям, о которых я упомянул, в Сирии, Ирак, Йемен, Ливия идут процессы политические. В Сирии, причем ни в Ираке, ни в Ливии, ни особенно в Йемене, никто не требует, прежде чем садиться за стол переговоров, немедленно прекратить вооруженные действия и соблюсти там неделю или две полной тишины. А вот в Сирии требуют. Но эти требования тишины каждый раз нацелены только на одно, чтобы боевики перевели дух, подкрепились, получили новые вооружения, боеприпасы. Вот то, что случилось совсем недавно в Пальмире, когда разрекламированные громко операции по освобождению Масула вдруг было остановлено. Город до конца не окружили и оставили коридор бандитам, игиловцам, которые по этому коридору живые, здоровые, с оружием, в том числе с тяжелым, вышли оттуда и двинулись в сторону Пальмиры, получив сигнал, что Масул брать сейчас не будут, вроде бы это до весны отложили. Поэтому вот такие игры, они до добра не доводят. К сожалению, никто из игроков в эту геополитическую инженерию не делает выводов из прошлых уроков, когда для того, чтобы противостоять советским войскам в Афганистане, США поддержали маджахедов, активно их вооружали. И по итогам вот той афганской кампании появилась Аль-Каида, которая вышла полностью из какого-либо контроля Соединенных Штатов, а 11 сентября 2001 года нанесла удар по тем, кто ее, в общем-то, выпистывал. Также, когда в 2003 году США осуществили интервенцию в Ирак, под подложным предлогом арестовали или выбросили просто на улицу всех членов партии БААС, которая была партией Саддама Хусейна. А эта партия составляла костяк и армии, и полиции, и сил безопасности. Вот все эти молодые, зрелые мужчины, хорошо обученные военному делу, оказались без работы. Сейчас они составляют основную боевую силу ИГИЛ. А возглавляет ИГИЛ Абубакр Аль-Багдаде, которого американцы в 2006 году выпустили из иракской тюрьмы. Я не говорю, что это было сделано сознательно, что они сознательно хотели создать ИГИЛ, но, сделав то, что они сделали в Ираке, они этих людей превратили в своих врагов, по большому счету. Там воюют в основном за ИГИЛ никакие нерелигиозные фанатики, а люди, которые поняли, что если у них нет работы, а здесь им платят деньги, то это неплохой способ заработать и не остаться без средств к существованию. Точно так же сейчас, когда американцы наконец-то стали все-таки бороться с ИГИЛ, но только после того, как ИГИЛовцы убили американских граждан, последние два года американцы этим занимаются, до этого ни шатка, ни валка эта коалиция работала, но они по-прежнему всячески уходят от того, чтобы выцеливать боевиков Джабхатан-Нусра. То есть получается, что вслед за созданием Аль-Каиды, созданием ИГИЛ, сейчас американцы прикладывают руку, вольно или невольно, к тому, чтобы еще одного монстра создать, который потом будет бесконтрольно совершать жуткие теракты по всему миру. Ведь сейчас грохнуть может где угодно и взаимодействие спецслужб, взаимодействие политиков, военных. Крайне необходимо, чтобы какую-то страховочную сетку создать, чтобы мы имели систему обмена информацией. Наше предложение Федеральной службе безопасности о создании базы данных террористической организации сейчас широко поддерживается и уверен, что это очень перспективная инициатива. Ну и в принципе, это конкретный шаг в русле той идеи, которую выдвинул президент, выступая в прошлом году на Генеральной Ассамблее ООН, о формировании подлинно универсального антитеррористического фронта. Мы работаем над этими задачами и, как я уже сказал, давно готовы к тому, чтобы ООН возобновила переговорный процесс. Пока с переговорами тянут. Там есть такие капризные люди, которые сформировали так называемый высокий комитет по переговорам. И это одна группа сирийской оппозиции, в основном состоящая из эмигрантов, имеющая мало влияния на то, что происходит на земле, но почему-то получающая мощную поддержку так называемой группы друзей Сирии, состоящей из западных стран и стран региона. И многие из этих стран настаивают, что именно этот высокий комитет под переговором должен быть единственным представителем оппозиции на переговорах с правительством. А сам этот комитет говорит, что он не будет вести переговоры с правительством, пока Башарас не уйдет или каким-то иным образом не исчезнет с лица земли. Хотя резолюции Совета безопасности, требующие переговорного процесса, написания Конституции, проведения выборов, не ставят никаких предварительных условий для начала таких переговоров. Поэтому пока ООНовцев буквально держат за руки и не пускают выполнять то, за что они деньги получают в соответствии с резолюцией Совета безопасности, мы вместе с нашими коллегами начинаем работать с теми, начали уже работать с теми, кто реально контролирует ситуацию на земле. Мы разговариваем со всеми боевыми группами, но кроме, конечно, ИГИЛы, Джабхата Адносры, они включены в террористические списки. И мы разговариваем со странами региона, в том числе с нашими турецкими коллегами, у которых тоже есть контакты с боевиками на земле, с вооруженной оппозицией. И думаю, что вот этот канал, он сможет, может стать более эффективным, нежели наши уже многомесячные бесплодные посиделки с американскими коллегами. Контакты сохраняются, но каждый раз, когда мы о чем-то договариваемся, американцы отруливают в сторону от уже достигнутых договоренностей. Так было в сентябре, так было в начале декабря. И нам читают лекции и говорят, вот Россия предлагает согласовать коридоры, чтобы боевики вышли, а сначала нужно немедленно остановить любые боевые действия. И потом, через несколько дней, такие коридоры можно будет уже создавать. И вот этот аргумент высказывается, ну, с августа, наверное. То есть, чем препираться, чем пытаться навязать нам паузы, которые всегда использовались для подкрепления боевиков, давным-давно уже американцы могли бы согласиться, потратить три дня, создать эти коридоры, и давно бы уже боевиков убрали из этого Восточного Олега. Нет, вот почему-то у них такое непонятное для меня отношение, ну, вернее, единственное объяснение, я уже его упоминал, они хотят Джабхата Нусру всячески вывести из-под ударов. Вот, но тем не менее, вы видите, что и боевики уже выходят из Алеппо, многие поняли, что бесполезно там оставаться, и гражданское население выходит. Кстати, американские представители в международных организациях заявляют публично, что это плохая идея, что русские выгоняют гражданских людей из Алеппо. Никто никого не выгоняет, уходят только те, кто хочет уйти. И потом, когда планировалась операция в Масуле, в Иракском, по взятию Масула, американцы занимались ровно тем же самым, как и мы в Алеппо, они приглашали и призывали мирное население уйти из города. Но, видите, то, что можно американцам, они не готовы разрешить Российской Федерации. Ну, наверное, два слова о других наших делах. Мы за то, чтобы помимо антитеррористического сотрудничества объединять усилия по всем другим проблемам мировой политики. Здесь есть над чем работать, и различные конфликты, в том числе застарелые. Ближневосточный конфликт один, чего стоит, и это очень-очень серьезное влияние. Его неурегулированность оказывает на способности экстремистов вербовать сторонников в свои ряды. Ссылаясь на то, что вот обещали палестинцам государство в 1948 году, время прошло, и палестинского государства как не было, так и нет. Есть широкое поле для сотрудничества и по экономическим вопросам, по вопросам социального развития, по вопросам борьбы с нарко-трафиком и с наркоиндустрией в целом. Все это является содержанием нашей поездки дня, наших постоянных контактов, в том числе в рамках Организации объединенных наций, группы 20, ШОС, БРИКС, Евразийского экономического союза, СНГ, Организация договора коллективной безопасности. Все эти организации развивают тесные контакты между собой и с другими многосторонними структурами. Несколько слов о концепции внешней политики, которую президент Российской Федерации утвердил 30 ноября. Это обновленная концепция, она отражает изменившуюся в мире обстановку, но полностью подтверждает преемственность нашего внешнеполитического курса. Его базовый принцип – это самостоятельность в рамках международных правовых обязательств Российской Федерации, многовекторность, то есть наша готовность работать со всеми, без исключения, кто к этому также готов на основе равноправия и взаимной выгоды, открытость для развития сотрудничества со всеми на такой именно основе. И, безусловно, мы видим, что эти принципы находят широкую поддержку большинства наших партнеров в контексте объективного процесса становления более справедливого, более устойчивого, полицентричного мироустройства, которое будет лучше отражать культурно-цивилизационное многообразие современного мира и, конечно, которое будет уважать стремление народов самим определять свое будущее. Мы приветствуем желание и интерес общественности, который проявляется в контактах с нами и в запросах на сотрудничество с Министерством иностранных дел. У нас есть регулярный формат такого диалога с гражданским обществом, ежегодные встречи министра с неправительственными организациями и регулярные контакты этих организаций с теми департаментами МИДа, по профилю которых соответствующий НПО осуществляет свои программы. Мы очень ценим вклад и фонда публичной дипломатии Нигорчакова, и Российского совета по международным делам, совета по внешнеоборонной политике, фонда «Русский мир» в продвижении диалога, создания диалоговых площадок с тем, чтобы распространять объективную информацию о России и о наших подходах к международным делам. Уверен, что перед учеными-политологами, экспертами стоят очень важные задачи. Мы заинтересованы в ваших исследованиях, заинтересованы в живом обмене мнениями. Идеи, которые рождаются в такого рода диалоге, мы активно использовали и при обновлении упомянутой мной концепции внешней политики Российской Федерации. И, конечно же, мы заинтересованы продолжать общение, искать его новые формы. Сейчас появился новый формат, международный форум «Примаковские чтения», как вы знаете, и он состоялся с большим успехом совсем недавно в России. И чтением предшествовал саммит таких мозговых трестов мировых. В Москву съехались эксперты мирового уровня. И разговор потом был продолжен и на прошлой неделе на международном семинаре Совета по внешнеоборонной политике с интересным названием «Лицемерие против дипломатии». Мне тоже довелось поучаствовать в этом интересном мероприятии, где были представлены видные представители интеллектуальных элит Европы, Соединенных Штатов. Как сказал президент Путин в послании к Федеральному собранию, мы не хотим ни с кем противостояния, мы не ищем врагов и не искали никогда. Нам нужны друзья, но мы не будем так благодушно смотреть на попытки ущемлять наши собственные интересы, пренебрегать нашими интересами. Будем строить свое будущее самостоятельно, без чужих подсказок, опираясь при этом и на международные права, и на собственный опыт, и на опыт тех стран, которые заинтересованы в равноправном диалоге, в обмене такими историческими оценками.